О, всё стекло меняете. Повреждение было в поле зрения водителя, нам пришлось заменить стекло, оставлять старое опасно. Значит, при малейшем повреждении нужно менять всё стекло. Нет, мы не всегда меняем стекло, но и ремонтируем его. Всё зависит от типа и места повреждения. В каких случаях можно отремонтировать стекло? Существует три условия. Трещина не должна превышать 6 сантиметров. 6 сантиметров? Повреждение не должно находиться ближе, чем на 4 сантиметра от кромки стекла. И, конечно же, в поле зрения водителя. Иногда при езде по каменистой дороге или по гравию на лобовом стекле появляются небольшие сколы. Вам нужно понимать, что любой скол рано или поздно превратится в трещину. И что из-за повреждений лобовое стекло теряет свою прочность. Предполагаю, что трещины увеличиваются из-за вибрации. Проблема в том, что если стекло треснет во время езды, произойдёт авария. Значит, очень важно заботиться о состоянии лобового стекла и ремонтировать его при малейшем повреждении. Совет по уходу за лобовым стеклом. Избегайте перепадов температуры. Зимой не обливайте замёрзшее стекло кипятком. А мне всегда говорили, что зимой хорошо накрывать лобовое стекло картоном в цель защиты от холода. Да, это отличное средство. Вам даже не нужно счищать лёд. И вот увидите, у меня тоже есть свои приёмы. Субтитры создавал DimaTorzok